Это «Давича» и мы продолжаем. Два года назад кировчане впервые узнали о ветхом состоянии здания Дворца молодежи, который находится на Красноармейской, 19. После экспертизы здания было решено провести его реконструкцию. Весь коллектив учреждения оперативно переселили в областную филармонию. Но ремонта так и не случилось. И вот накануне региональные власти решили, во Дворец молодежи нужно вдохнуть новую жизнь и создать там многофункциональное пространство. О судьбе бывшего ДК «Авангард» Зоя Зотова. Кировский областной Дворец молодежи, что на Красноармейской, 19, открыли в 1958 году. С того момента это место стало центром притяжения активной молодежи. Здесь регулярно проводились различные форумы, семинары, выставки, встречи, конференции как регионального, так и всероссийского масштаба. Последнее мероприятие здесь состоялось в марте 2020 года. После здание признали аварийным и нуждающимся в реконструкции. Весь коллектив учреждения оперативно переселили в областную филармонию. О точных сроках ремонта региональные власти молчали, как и о сумме средств, которые необходимы для восстановления объекта. Спустя два года фасад, парадная лестница, стены и крыша не изменили свой облик. Но упускать потенциал такого наследства, как бывший ДК «Авангард», а ныне Дворец молодежи – просто преступление, считают эксперты. Хотя здание областного дворца молодежи не относится к объектам культурного наследия и не имеет охранного статуса. Несмотря на то, что многие говорят о том, что это сталинский ампир, что это типовое строительство, что это образец, который нам прислали просто из Москвы, в данном же случае этот проект образцовый воплощен в самом своем великолепном виде, в самом своем пышном образе. Поэтому, на мой взгляд, такую сталинскую архитектуру стоит, конечно, сохранять. Молодежи много, а творческих резиденций мало. Решили региональные власти после выездного совещания. Бывший ДК «Авангард» должен обрести вторую жизнь и стать многофункциональным пространством. Сейчас уже идут поиски инвесторов и внебюджетных источников финансирования. Зоя Зотова, Никита Луковников, Бюро новостей Давича.